Я теперь жалею, что я не знал этого раньше. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Возможно, вы помните этого человека. Его дуэт с DaVinci, очевидно, одна из самых популярных коллабораций на крипто-ютубе. Буквально час назад на его канале вышло это видео, которое мне показалось достаточно интересным. После просмотра, конечно же, потому что, блин, я теперь жалею, что я не знал этого раньше. И думаю, вы тоже об этом пожалеете. Да и к тому же я понял, что тянуть с этим роликом нельзя, потому что информация в нем актуальна только на протяжении нескольких дней. Кстати говоря, о сайте, который ММ Крипто использовал в своем видео, я тоже как-то рассказывал, и поэтому ссылку на него оставлю в описании под роликом. Там же вы найдете ссылку на оригинальное видео, поэтому подписывайтесь на ММ Крипто, ну и можно на меня подписаться, если вам не жалко. Давайте добьем уже 40 тысяч подписчиков. И как обычно, не забывайте поставить лайк, это поможет каналу в развитии. Но прежде чем мы начнем продать или купить рубли, доллары, биткоин и так далее, можно на exchangesumo.com, выбрав любой подходящий вам обменник. Ссылка, как обычно, будет в описании под видео. Ну а мы начинаем, поехали. Но что делает рынок? Основная задача рынка – отобрать как можно больше денег у как можно большего числа людей. В этом видео я расскажу вам, что это значит. Я покажу вам два умопомрачительно точных индикатора, которые показывают, где и когда биткоин достигнет или уже достиг дна. И что же случится с ценой биткоина на протяжении следующих нескольких дней и недель? Это будет очень интересно. В начале видео вы уже слышали одну цитату да Винчи. И прежде чем мы начнем, вам нужно понять еще одну, вот эту. «Деньги всегда движутся из слабых рук в сильные». Комбинация этих двух цитат поможет вам понять влияние на график этих двух индикаторов. Поэтому досмотрите видео до конца. Давайте перейдем к графику. Пока что вы видите только график цены, но сейчас мы начнем добавлять индикаторы. Это логарифмический график биткоина, который начинается от 2013 года и продолжается до сегодня. Что мы сейчас сделаем? Это добавим то, что называется «realized cap». Стоп! «Realized cap» — это что вообще такое? Это стоимость всех монет конкретной криптовалюты в обращении, основанная на актуальных курсах. В общем-то, это приблизительная оценка стоимости для всех монет в обращении. Далее мы добавим среднюю капитализацию. Опять, ребята, что такое средняя капитализация? «Average cap» — это так называемая вечная средняя скользящая рыночной капитализация. Это кумулятивная сумма дневных значений рыночной капитализации, разделенная на возраст рынка, рассчитанного в днях. И, наконец, добавим «дельта». Еще раз стоп, ребята, что такое «дельта cap»? Это разница между «realized cap» и «average cap». Используется для того, чтобы словить дно. Также является временным индикатором для рыночных пиков и старта бычьей фазы. Об этом, кстати, тоже будет видео, поэтому смотрим до конца. Что же это все значит? Я объясню это все максимально быстро, после чего перейдем к последствиям. И это мощно, ребята, действительно мощно. Это линия «realized cap», то есть приблизительная стоимость биткоина, очевидно. А значит, если график рыночного курса находится выше этой линии, то подавляющее большинство торгует с прибылью. Очевидно, во время бычьего рынка рыночный курс находится всегда выше линии «realized cap». И это действительно вдохновляет всех, потому что все зарабатывают. Ну и, конечно же, большинство людей подключается к этой эйфории уже на последней стадии параболического роста. Как только график цены падает ниже этой линии, мы понимаем, что большинство людей начинают торговать в минус. Поэтому этот индикатор очень важен для понимания рыночного настроения. А теперь слушайте внимательно. Различные линии сопротивления, RSI и все остальное – это технические индикаторы вероятности. А этот индикатор более или менее фундаментальный. Что еще важно – это дельта. Как вы знаете, в математике греческий значок «дельта» – это разница. В данном случае разница между «realized cap» и «average cap». Скорее всего, на «average cap» смотрят как раз-таки всем известный тон «вейс». Я скажу свою точку зрения. К этой линии мы навряд ли уже опустимся. Дельта, как мы говорили, – это разница между «realized cap» и «average cap». Что в действительности это значит? Как только график цены достигает дельты, то мы понимаем, что это сигнал, что цена уже нащупала дно. Если мы вернемся назад во времени, то мы можем увидеть похожую ситуацию после того, лопнувшего пузыря. Мы ушли ниже линии «realized cap». А значит, большинство людей, торгующих в убыток, те самые слабые руки, о которых мы читали здесь, спровоцировали цепную реакцию. И эта реакция опустила курс аж до линии дельты. Мы коснулись ее, и после этого курс начал расти. И больше никогда таких цен мы не видели. Теперь вернемся в наше время. Вот здесь мы провалились под линию «realized cap». Большинство людей торговали в убыток и вообще были выбиты с рынка. Курс после этого коснулся линии дельты. И теперь, что я, что да Винчи, правда, да Винчи основывает свой анализ на технических индикаторах аяно-фундаментальных, но тем не менее, с большой долей вероятности, это и было дно биткоина. Теперь главный вопрос, и это то, о чем множество людей себя спрашивает. Не является ли это началом параболического движения с тех пор, как график цены поднялся выше линии «realized cap». Ведь обычно это было сигналом начала бычьего рынка. С нашей точки зрения, с большой вероятностью, еще нет. Мы думаем, что нам нужен еще один слив на рынке. Этого периода времени было достаточно для того, чтобы выбить множество людей с рынка. За это время рынок взял как можно больше денег у как можно большего числа людей. Но пока что еще не у большинства. Если мы снова посмотрим в прошлое, то увидим, что медвежий рынок требует больше времени для того, чтобы выдавить слабых людей с рынка. И мы должны выучить этот урок. Все слабые руки должны покинуть спортзал. И это не только в криптовалюте. На фондовых рынках то же самое. На рынках недвижимости это работает везде. И эти индикаторы тоже работают везде. Что же мы видим, произошло в середине 2015 года. Мы, кстати, тоже уже приближаемся к середине года. Мы также, как и сегодня, всего на неделю подошли к линии Realized Cap. Но потом рынок понял, что на борту все еще много лишних пассажиров. Потому что этого сливающего периода не хватило. Поэтому в последний раз произошел слив. И это было просто сумасшедшее время. Все были в большой депрессии, потому что все верили, что уже наступил бычий рынок. А тут все рухнуло. И это было время, когда последние слабые люди оставили этот рынок. С большой вероятностью нас ждет еще один такой же слив по аналогии с прошлыми периодами. Но курс не упадет ниже самой низкой отметки в декабре, по нашему мнению. Поэтому мы думаем, что если курс закрепится над этой линией на длительный период, то мы изменим свою точку зрения. Если же в течение следующей недели или нескольких курс упадет ниже, то существует большая вероятность очередного пролива, где-то до 3100 долларов. И это будет время, когда последние лишние пассажиры покинут наш пояс. И только в сильных руках окажутся биткоины. И таким образом исполнятся те самые постулаты из начала видео. Основная задача рынка — отобрать как можно больше денег у как можно большего числа людей. И эти деньги всегда движутся из слабых рук в сильные. А меня зовут Богатейший Ди. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok